Салют, друзья! В этом видео будет реально самый тяжелый бой для моего персонажа, так что смотрите до конца. И как всегда, важная информация в начале. В описании у меня партнеры, можете посмотреть на них и выбрать, что вам понравится. Также вы можете заказать биографию для персонажа в моем паблике, ссылка в описании. А еще я сейчас ищу опытных биографов, писать также в личку паблика. А по 50 рублей с прошлого видео у нас получают эти два трудяги. Жду в личке паблика. Ну и предложения по-прежнему в силе. Авторы двух самых интересных, по моему мнению, комментов получат по 50 рублей. Комментировать в этом видео, я думаю, будет что. Сейчас все увидите после краткой инфы. Вашему вниманию представляю ролевой проект San Francisco Project. Позиционирует себя как медиум РП проект и при регистрации вас будет ждать небольшое ЮЦП тестирование. Ребята стараются передать атмосферу города у залива. Делают годные системы и наполняют районы уникальным маппингом. А открываются они уже в субботу 26 октября. Не пропусти. Кстати, за активность в их паблике игроки получают денежное поощрение. Так что ссылка в описании. Заходи и подписывайся. По возвращению с Лос-Сантоса я сразу же организовал встречу автолюбителей. Но это короче гонки. Несколько вырезок гонок со стрима, но дальше будет нормальное качество. Кстати, в Клауде на гонки пообещал приехать из Паркс. Он как раз прикупил себе новенькую ламбу за 3 ляма баксов. Ну, чемпион во всех весах может себе позволить. Мне это кстати было на руку, так как моему персонажу немаловажно IC завести дружбу с таким человеком. Кроме этого в комментах отозвался и полицейский. Сказал, что отправит туда парочку экипажей. Я провел 2 одиночных заезда, 2 из них выиграл и думал уже по традиции проводить общий заезд. Но Спаркс убедил устроить драк с ним. Я знал, что проиграю, но это не так важно. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, сзади меня нас уже догонял коп. Но мы его и не видели. Если бы я его увидел, то удрал бы дальше. Ну, а так меня задержали уже на парковке Джизи. У меня отобрали права и забрали авто на штрафплощадку. Технически забрали права на сутки. Ну, а IC я отыграл, что уже потом через пару дней был суд. Мне восстановили права, но влепили большой штраф. Как-то так. И несмотря на то, что тачку забрали, люди есть и они приехали гоняться. Спаркс предложил сидеть в его тачке во время гонки, и я был только за. Люди скинулись по 2 штуки. Было 8 участников. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В конце вырвались мы и Барни Смит. И мы оба протупили и пропустили поворот, но мы вернулись на трассу, а Барни сократил. Он немного притормозил на финише, чтобы дождаться нас, и благодаря этому мы и выиграли. Точнее выиграл Спаркс. Мы быстро все разъехались, а Спаркс повез меня домой. Он вертел носом, мол, мне не нужен выиграв, забирай себе, мол, у него бабок и так хватает. Я тоже не хотел брать, и он сказал, что как-нибудь прогуляем их вместе, когда оба выиграем в карде. Мой перс был возвышен и доволен тем, что ему удалось лично потусить со Спарксом, ведь он популярный и самый лучший боец на данный момент. И это, кстати, очень странно, когда стоим мы со Спарксом, а подходят фоткаться ко мне, а его будто не замечают. Учитывайте эти моменты, друзья. Среда, день до боя и, как обычно, у нас пресс-конференция. У меня планировался бой с Хосе Бая, на конференции мы об этом и говорили, но на подмене был другой человек, так как это игра и не всегда все могут быть в игре в нужное время. В принципе, так и вышло, но это не важно. На трибунах в качестве бойца я увидел того самого Брентона Коллмана. В прошлом видео вы могли видеть его в аэропорту. Это тот самый быковатый расист. Я поспрашивал у сидящих рядом со мной, как оказалось, это новый боец в UFC и у него дебютный бой в четверг. Он вел себя, как обычно, как бык, матерился, оскорблял людей. В один момент я решил спровоцировать конфликт, поднялся и спросил в микрофон, мол, что это за расистский кусок дерьма, может ли он рассказать о себе. Мой персонаж, в принципе, конфликтовал раньше с другими бойцами, для него это привычное дело. Но задача еще была вывести Брентона из себя. Я просто сказал и стоял, наблюдал, провоцировал его первого затеять драку. И, в принципе, Брентон он уже всех достал и, наверное, все бойцы были не на его стороне. Мы сидели дальше, рядом со мной сидели Брайан и две девушки из женского дивизиона. Если вы в целом не знаете, как начать разговор с другим персонажем, не знаете, за что уцепиться, смотрите их по ми. Там можно подчеркнуть разные вещи, например, я подчеркнул, что от одной из них пахнет мятой, а второй розовый пластырь и на этом строю болтовню. Позже началась битва взглядов и, когда Камила уточнила, что сидит замотанная во флаг Канады, Брентон сказал, что придет с флагом куклу с клана или нацистского рейха и засунет флаг Канады ей в попец. В этот же момент Камила соскочила и побежала к нему. И в этот же момент Брентон в ОЦ написал, что его отстранили от боев. Ну, в принципе, это логично. Мне кажется, если бы такое происходило в реальной жизни, то, допустим, за последнюю его фразу его засудили бы все, кто только можно. И ассоциация евреев, и черных, и правительство Канады, и кто угодно. Но на данный момент, я так понял, некие моменты откатили. С присухой сейчас закончим и перенесемся на бои. В четверг Брентон уже дрался и одержал победу. Но больше в UFC вы его не увидите. Парня, насколько я знаю, выгнали из-за какого-то ареста. В принципе, это неудивительно. Вся его манера речеры строилась на оскорблениях, матах, расизме. Это было похоже на агрессивного школьника в теле-FCшнике. В принципе, это была бы по-своему крутая роль, реально. Но нужно оценивать границы дозволенного, если ты играешь в публичную спортивную личность. У нас люди не умеют играть известных людей, я так заметил. Во время чего-то боя Брентон подошел ко мне доебаться. Как обычно, по-тупому побычи, типа, чё, пидор, приснуть тебе спрайта в лицо. И я показываю этот момент лишь с одной целью. Учтите, что на арене EFC присутствует охрана. Технически игроков там нет, так как с нашей аудиторией это всегда будет порождать драки. Вы в ИС-плане должны понимать, что охрана везде, драки допускать там нельзя, в том числе между бойцами. Это считается зеленой зоной, и за драку на арене EFC вы можете отлететь в банчик. У нас случилась перепалка, технически она закончилась стадиями, но все-таки потом отыграли, что, мол, охрана не допустила бы драки. Была легкая потасовка. Что еще было интересного на боях? Был бой, Майлз Кинг выступал с Виторио Галла и стал временным чемпионом его весе. Он взял временный титул. Яхазе, как это работает, ну, так называли все, временный титул. Еще у нас в EFC появились Octagon Girl. Это те дамы, которые перед каждым очередным раундом выходят с табличкой раунда и ходят по октагону, светят своими жопами и улыбаются в камеры. Это прикольно и добавляет атмосферы. Ну и вот уже мой бой. Мой противник не Хосе Бая, он заранее предупредил, что не сможет. Бой с ним будет в следующем видео. Бой у меня был с Жеком Макмилланом. Мой персонаж нейтрально относится к нему, я его особо и не встречал до этого момента. В первом раунде Вудридж все время удерживает центр октагона, но не ведет активно бой. Он больше работает в защите. Макмиллан, в свою очередь, не спешит наступать. Он всегда находится ближе к сетке, ждет атаки Вудриджа и хорошо работает в контратаке. Вудридж пропускает несколько ударов и получает легкий нокдаун. Первый раунд явно выигрывает Джек Макмиллан. Во втором раунде Вудридж работает аккуратней, держится центр октагона и ждет, когда Макмиллан выйдет к нему. Но тот стабильно работает по своей тактике и держится у сетки, ждет атак Вудриджа. Вудридж не выдерживает и совершает ошибки. Снова идет на пролом и попадает на контратаки от Макмиллана. Брэндон теряет контроль, делает явные промахи и чудом не улетает в нокаут. Раунд закончен. Первые два раунда явно за Макмилланом. Он отлично работает по своей тактике и только чудо может спасти Брэндона. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Не ты, не я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое. Но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Быть этого не может. В общем, мне чудом удалось сложить его три раза в стадию. А это означает нокаут. Скорее всего, я нарушил в конце, так как провел несколько комбинаций подряд. Но я думаю, это не повлияло бы в целом на результат, так как до этого нарушений не был, и это уже нокаут. Бегал, прыгал по октагону с разбитым лицом, радовался победе. После этого фотки у октагона, поцелуи и даже деньги в конверте. Вот так вот прошел самый сложный бой для моего персонажа. А уже в следующем видео бой с Хосе Бая и очередная поездка в Лос-Сантос. Не забудь сделать необходимое. Лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»